Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Микрофон Евгений Никифоров. И сегодня мой долгожданный гость Андрей Олегович Безруков. Здравствуйте, Андрей Олегович. Добрый день. Перечислять ваши звания можно почти что бесконечно. Их очень много. Это советник президента компании Роснефт. Уже нет? Лучше не надо. Вообще не будем. Роснефть можно выкинуть. Тогда как мы вас представляем? Доцент ГИМО. А, без Роснефти, да? Без Роснефти и все остальное, пожалуйста. Совет по внешнеоборонной политике. Ну, то, что здесь есть, тогда я прочитаю. Лучше без Роснефти, давайте. Потому что санкции Роснефть мне на это не давала. Но Миша-то сказал, что все, я даю санкции. Нет, это Миша. А Миша есть Миша, ясно. За Мишей есть еще другая политика. Ясно дело. Хорошо. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. И сегодня долгожданный гостец нашей студии Андрей Олегович Безруков. Здравствуйте. Добрый день. Андрей Олегович является доцентом кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО. Магистр государственного управления, выпускник школы имени Джона Кеннеди Гарвардского университета, полковник разведки вместе с тем в отставке. И такое бывает. Да, интрига уже закручена в ваших титулах, в нашем сегодняшнем представлении. Андрей Олегович, вы так сотрясли, можно сказать, аналитическое общество, когда выпустили в 2015 году сборник «Россия и мир» в 2020 году и под заголовок «Контуры тревожного будущего». Я сразу оговорюсь, это коллективный труд. Я думаю, не стоит мне приписывать авторство этой книги. Но, тем не менее, мы с Андреем Сушенцовым и другими соавторами хотели показать всю сложность момента и всю необычность даже, и даже не то, что необычность, а более того, переломность той эпохи, в которой мы живем. Ваш прогноз 2020 года, там есть положительный вариант сценария развития событий и, так сказать, печальный, тревожный. Вот сейчас уже скоро, в следующий год он и будет 20-й. В принципе, можно говорить, что ваш прогноз состоялся ли, не состоялся ли и в какой валентности, положительный или отрицательный. Что из того, что произошло, можно сказать положительным, а что отрицательным? Ну, знаете, я бы и не стал подходить просто к прогнозу с точки зрения положительный и отрицательный. Как только мы говорим положительный и отрицательный, наши слушатели спросят, а для кого? Может быть, для кого-то он положительный, для кого-то он отрицательный. И вообще, когда мы говорим о двух вариантах, там слева, справа, положительный и отрицательный, они же делаются не для того, чтобы они полностью отражали жизнь. Жизнь многогранна, ее не отразишь просто так. Так, эти положения, право, лево, положительные, отрицательные, делаются для того, чтобы показать какие-то крайности ее. А жизнь, она всегда где-то в серединке. И более того, когда делается прогноз, эти крайности показываются для того, чтобы столкнуть разные мнения между собой, заставить людей думать. Потому что ценность прогноза не в предсказании. Предсказать невозможно. Ценность прогноза в том, чтобы заставить думать тех, кто принимает решения. Потому что очень часто за суматохой дней мы живем прямолинейно. Мы думаем прямолинейно. Мы думаем, что завтра будет так, как сегодня. Но это неправда. Жизнь, она много сложнее наших планов. Царское правительство планировало. Да, конечно. И действительно. Ну и не только царское правительство. Ну как любое нормальное правительство занималось аналитикой. Если так линейно смотреть на развитие показателей царской империи, то действительно мы должны были быть к какому-то там году, к 20-му году первейшей страной в мире. Однако произошли события, которые разрушили. Вы, конечно, понимаете, очень большую тему развития России в эпоху, дореволюционную эпоху. Это было, конечно, взрывное развитие. Я не хочу уходить совсем туда. Там мы, конечно, к ней вернемся. Просто потому, что наша эпоха очень сильно напоминает ту. Но, вы знаете, и во всей Европе, в том числе во Франции, которая была тогда спонсором во многом России с финансовой точки зрения, были такие же прогнозы. Европа страшно боялась подъема России. Какими темпами увеличился потенциал в России в то время? Какими темпами росло население? Какими темпами росла урбанизация? Какими темпами росла механизация России тогда? И, в общем-то, во многом вот этот страх перед той великой Россией, которая к 30-му, к 40-му году могла стать абсолютно доминирующей европейской державой, и, в общем-то, во многом подтолкнул к тому, что было принято решение о том, что сейчас нужно перекроить Европу. Сейчас. Не откладывая. И это привело, вот как раз эти мысли привели к Первой мировой войне. Ну, вы знаете, это такой далекий разговор. Наверное, не всем слушателям будет интересно. О, невероятно интересно, потому что мы постоянно здесь, во-первых, спорим по поводу роли Сталина. Что Сталин? А исключительно ли злодей? Или это все-таки тот человек, который провел индустриализацию успешно? Мы не найдем ничего нового в этом разговоре с вами сегодня. А вот что я бы мог вам сказать. Во-первых, закончить наш разговор по поводу прогноза каким-то образом. И что еще раз вернуться к тому, что прогноз делается для того, чтобы спровоцировать. Прогноз делается для того, чтобы начать разговор. Или как в, так сказать, вот, в среди людей, которые занимаются этими вот консультационными программными вещами, стратегический диалог, который приведет к лучшему пониманию ситуации. Так вот, для наших слушателей можно сказать, что любой прогноз, он для того, чтобы его обсуждать. Он для того, чтобы люди, каждый со своей точки зрения посмотрели на это, согласились, не согласились, но завязался бы разговор, который позволил бы лучше понять, что происходит, и лучше к нему подготовиться, самое главное. Особенно относится к тем, кто принимает решения. Если они готовы к различным вариантам, это значит, они вооружены. Если они не готовы, то любое изменение застанет их врасплох, и решения, которые они привыкнут, будут неадекватными. Мы знаем это. Так вот, если вернуться к той эпохе 14-17 года, у нас 19-й год сейчас уже, да, вернуться на 100 лет назад, то, если вы задумаетесь на секунду, вам может показаться та эпоха очень похожей на современную эпоху. И это не случайное совпадение. Я могу сказать следующее. Сейчас, как и тогда, происходят три фундаментальных процесса, которые меняют мир. Первый процесс — это переход из одной технологической формации в другую. Мы сейчас смотрим на взрывное развитие искусственного интеллекта, цифровизации, генетики. Точно так же, как 100 лет назад люди смотрели на появляющиеся автомобили, на летательные аппараты, которые тогда в России называли аэропланами, а не самолетами. И это первое. Меняются базовые технологии, которые за собой тянут нас в другую экономику, которая будет развиваться по другим правилам. Будет очень серьезная перемена в том, как экономика работает. Это первое. Второе. Как и тогда, крупные державы поняли, что пошел передел мира. И в этом переделе мира каждый играет за себя. И каждый хочет реализовать тот момент, когда еще можно вырваться вперед. Как Горчаков сказал, сосредотачиваются. Но сосредотачивают для чего? Для рывка вперед. Мобилизовать ресурсы для того, чтобы в гонке в следующий технологический мир, в следующий мир разделения влияния, оказаться в числе лучших, а не последних. И то же самое тогда были два гегемона, Франция и Британия в первую очередь, которые догонялись тогда Германией и Соединенными Штатами, не будем об этом забывать. Точно так же, как сейчас, Соединенные Штаты вроде как владеют миром, и вызов идет из Китая, вызов идет из Азии. То есть мир переделывается, и этот передел, он вполне возможно может быть и достаточно жестким. Это второе. Так как горячий передел возможен. Он всегда возможен. И если вы посмотрите в историю, все переделы были горячими. Но тогда в истории не было ядерного оружия. А третий, самый глубокий передел, это передел социальный. Тогда, как и сейчас, вопрос несправедливости разделения благ, несправедливости, которая была заложена в экономическую систему, приводит к социальным потрясениям, к несогласию людей с их властью, которые, как они считают, работать неправильно, ведет их не туда, они, если не нищают в абсолютном смысле, то точно относительно тех, у кого ресурсов больше, они постоянно отстают. И как и тогда, я не знаю точную статистику, но мы вернулись с точки зрения распределения национального богатства примерно на сто лет назад. То есть, когда, ну, скажем, одному проценту населения принадлежит примерно сколько-сколько остальным 60-70-80% в зависимости от страны. И если тогда население в основном жило в деревнях, и этот конфликт не выплескивался каждый день на странице печати, на странице ваших мобильных телефонов и так далее, то сейчас каждый пацан в Африке прекрасно видит, как живут его сверстники, скажем, в Берлине, ему туда хочется, он садится на лодку, пытается до туда доплыть, а если его разворачивают и не пускают туда, он берет автомат Калашникова и идет в ИГИЛ, запрещенный в России. То есть, вот эта социальная напряженность, она была, наверное, главным фактором. Вы помните, что произошло? Загорелась не только Россия, загорелась Европа. Практически большие куски мира горели из-за этой социальной напряженности, а Россия была тогда, как мы называем, слабым звеном. А сейчас слабое звено тоже горит, слабым звеном является Ближний Восток, где все проблемы, накопленные неравенство, плохой администрации, отсутствие экономического развития, собрались вместе, ну и, естественно, не могут не взорваться, потому что еще на это накладывается непонимание, каким образом идеологически выстроить тот мир, чтобы он был конкурентоспособным, ну и, естественно, как очень часто, решения ищутся из мифологического прошлого, когда, оказывается, вот все было хорошо, честно, справедливо, а вот почему бы не вернуться к тем временам? Ну, это то, что мы видим. То есть, мы сейчас живем в эпоху передела, как и сто лет назад. Вот. И наша-то задача, наверное, должна быть управлять этими процессами каким-то образом, чтобы выйти из этих процессов несколько лучше, чем сто лет назад. Но уж больно-то хотелось, потому что мы-то выходили с такими жертвами, десятки миллионов людей загубили. Конечно, конечно, конечно. Ну и, вот видите, наша-то задача, она многообразна, но первая задача, конечно же, для России, это сейчас сохранение мира. Вот это, конечно же, очень желательная задача, которая стоит перед нашим правительством. И здесь вопрос об элитах. Вы сказали о сдерживающем влиянии ядерного оружия. Но для того, чтобы это оружие было сдерживающим, для того, чтобы оно все-таки не выстрелило в какой-то момент, нужны элиты, которые это понимают. Вот меня, например, пугает качество элиты западных, не зная наших, я не очень так наблюдаю со всех сторон. И по уровню образования, и их жизненный уровень. Как-то очень уж простовата элита, не только наша, которая по определению, потому что вышли мы все из народа, дети, семьи, трудовой, это понятно. Но вот западная элита, если там детей этих ненавистных аристократов воспитывали с младых ногтей, да, призывали их, воспитывали к управленческой должности, к ответственности за свой народ и так далее, то эти-то природные популисты, они жертвой собственной пропаганды часто становятся. И потом, то есть, с одной стороны, чтобы прийти к власти, они используют различные страшилки, а придя к власти, они уже становятся рабами той самой пропаганды, которую они использовали. Как вот здесь, к вашему мнению, все-таки элиты еще остаются. Вот все-таки вы закончили Гарвард, это очень серьезное учебное заведение, которое готовит, по крайней мере, в Штатах, вот эту самую элиту. Можно ли ожидать от ее лучших, конечно, выпускников ответственного решения, подхода к этой проблеме? Ну, смотрите, это даже не зависит от того, насколько люди умны. Умных людей, людей, понимающих ситуацию, много везде. Ну, как всегда, недостаточно, как мы говорим, но много. Вопрос не в этом. Для меня, это мое личное мнение, я считаю, что элита становится эффективной элитой тогда, когда перед ней стоит большая задача. А лучше всего она реагирует на ситуацию тогда, когда она оказывается перед экзистенциональным, смертельным выбором. Тогда она мобилизуется, она начинает думать, она начинает что-то делать и так далее. А вот вспомните сто лет назад, да, вот элиты тогдашней имперской России. Вы можете их назвать? Они прекрасно были образованы, конечно, да, это были, ну, люди на каждого, посмотри, ну, просто, просто... Равного у нас врага в стране нет. Прекрасно образованные, культурные, повидавшие мир, прекрасно говорившие и так далее. Да, тем не менее, ничего они не сделали. Почему? Потому что это была элита, по сути, ну, давайте я употреблю такое достаточно жесткое слово, гниющее. Потому что она плыла по течению и даже отрицала те проблемы, которые были. То же самое произошло сейчас с американской элитой. Почему? Потому что 30 уже лет она не видит никакого вызова для себя. То есть она была полностью мобилизована для борьбы с коммунизмом. В этой борьбе родились лучшие ее представители, наиболее компетентные ее представители, скажем так, от Киссенджа до Рейгана. И они мобилизовали ту элиту против России, им удалось, против Советского Союза тогда, им удалось каким-то образом победить. Именно за счет того, что они мобилизовали всех остальных, они повели всех остальных, они дали концепцию, они управляли ее воплощением в жизнь. А потом задача не стала. Фукуяма сказал, все, мы победили. Конец истории произошел. Да, дальше делать нечего. И элита, которая оказалась у власти, со всеми средствами, которые были в ее распоряжении, сказал, ну все, теперь мы живем для себя. И когда элита говорит, мы живем для себя, она перестает быть элитой. Каждый может жить для себя. Элита сделана для того, чтобы жить для общества. Иначе она не элита. Обществу не нужна элита, которая не ведет общество вперед. И здесь то, что произошло в Соединенных Штатах, это универсальный процесс, кстати. Это произойдет везде, где элита не имеет вызова и не стремится ни к чему. Она демобилизовалась. И чтобы остаться у власти, она, естественно, ограничила приток других людей и других идей в элиту. Появились разные табу, которые называются политкорректностью. Что если вы, например, ставите вопрос, а почему это так? А почему вот мы должны делать так, а не иначе? Вам говорят, ну вы маргинал. Вы не понимаете. А если вы маргинал, ну вы знаете, мы, конечно, вас не посадим в тюрьму. Но вы не сможете нигде опубликоваться. Вас никто не будет слушать. Вы будете нерукопожарены. Вы будете торговодитами. Это продолжалось примерно 30 лет. И привело к тому, что элиты полностью оторвались от народа, жили только для себя. И тот назревший протест, контрэлитный протест, что в Соединенных Штатах, что мы сейчас видим в Западной Европе, он просто вырвался на улицу. И его олицетворением являются такие люди, как Стив Бэннон, как Дональд Трамп, как Берни Сандерс. С разных сторон, с разными идеями. Но они все контрэлитные. Трамп, это контрэлитный президент, почему, а заслуга Трампа в том, что он разбил все эти табу. Он был настолько нерукопожатный. Более того, он экспортировал свою нерукопожатность как мог. Даже так? Интересно. Конечно. То есть он сознательно играл с этим. Конечно, он сознательно играл с этим. И будучи человеком очень, скажем так, медийно подкованным, он сыграл на своих отрицательных качествах для того, чтобы постоянно привлекать к себе внимание, как Зеленский. Я, кстати, хотел об этом сказать. Да, вопрос в чем? Зеленский сам сказал, слушайте, ребята, мы уж с Трампом найдем общий язык. Мы коллеги по цеху. Мы коллеги по цеху. Он же вел программу там на телевидении. Совершенно верно, да. Вопрос-то в чем? Что я же не помню, кто сказал, нет плохой репутации. Как это было сказано? Не помню. Нет, нет, нет. Даже не знаю. Ну, неважно. То есть, there's no bad publicity. То есть нет плохой рекламы. Если вас упоминают, это уже для вас хорошо. В каком бы смысле вас не упоминали. Ну, и Трамп, конечно, создал эту волну, во многом играя против элиты, против медийной элиты, прежде всего, и продолжает играть против медийной элиты. И это позволило ему выскочить и мобилизовать тот круг людей, который уже не считал, что возможно вообще с элитой бороться. Ну, за счет вот этих личных качеств, за счет момента, который сложился очень удивительно удачным образом, в том числе и за счет того, что его соперник Хиорли Клинтон была исключительно слабым кандидатом. Действительно так? Конечно. Все же говорили, ну как, это же громадный опыт, более опытного политика-то и нет. А при чем здесь опыт? Она была ненавистной уже половине своей собственной партии. И вопрос, почему никто не пошел против нее вот на первом этапе выборов, на праймерис, а появился какой-то, в общем, Берни Сандерс, который даже не является демократом, по сути, он был социалистом, независимым сидел, то есть никто из демократов вообще против нее не пошел, потому что знали, что она полностью контролирует партию и с ними разберутся потом. И уж денег-то точно не дадут. Ну, это загнивание называется. То есть партия загнила. Но все-таки этот Берни Сандерс как-то набрал какое-то количество голосов. Более того, он почти победил. Да, по виду-то, господи, ну типичный такой профессор МГУ. Ну и нормально, а что? Вы знаете, что марксизм сейчас на американских кампусах является одной из самых популярных тем. А почему? Потому что очень долго это дело было в загоне, а теперь молодые люди особенно ищут ответы на вопросы, а почему же так? А почему мы живем в таком обществе? А есть ли другое общество? А как это общество сделает лучше? И они начинают копать. Там есть книги, которые объясняют им, что есть разные общества. Они заставляются по разным законам. Может быть так, а может быть и не так. Что общество меняется, что им можно, не то что я скажу, управлять. Ну, его можно преобразовывать, если вы хотите. Есть другие идеи, кроме либерализма, в том числе и в экономической сфере. Вот и... А их не пугает то, что опыт-то приложения, практического приложения марксизма в России крайне жестокий и, собственно, ничем добрыми не обвернулся? Вы знаете, а при чем здесь опыт приложения? А опыт приложения традиционного капитализма, он, например, от Америки до, скажем так, до... Ну, возьмем какую-нибудь страну, где ничего не работает. Это же капиталистическая страна, правильно? У нас все теперь капиталистические страны. У нас, кроме Кубы, нет социалистических. Ну, и Северная Корея. Она тоже не социалистическая. Она просто государственный строй там у них, как и в Китае. Ну, и что? Как в Китае, вы думаете, там? Ну, как? Вот как вы характеризуете китайскую систему экономическую? Ну, китайский — это типичный национализм такой, который очень практически выбирает какие-то инструменты для национального роста. А вот инструменты дирижистской, так сказать, экономики и частично свободного предпринимательства при государственном контроле и государственном планировании. Вот то, что является китайской экономикой. Ну, в Северной Корее такого же даже близко нет. Там, как некоторые говорят, что это фараонская система, скорее. Там даже найти какие-то другие определения. Мне очень сложно сказать. Я не являюсь абсолютно специалистом по экономике Северной Кореи. Но вопрос-то в том, что есть разные оттенки того же самого капитализма. Более успешные, менее успешные. Кому-то очень сильно повезло, как Соединенным Штатам. У них есть все. У них есть и ресурсы, у них есть прекрасная природа, у них есть люди, которые, в общем-то, самые активные, самые настроенные на удачу, на победу, убежали из других стран, прибежали к ним. Это отличный генофонд. То есть, вот... Ну, нам-то удается как-то соревноваться. У нас тоже капитализм. Кстати, здесь следующие вопросы, если возвращаемся к геополитике. Россия все же не коммунистическая страна. У нас с Соединенными Штатами нет сейчас фундаментальных идеологических различий, скажем так. Почему же все-таки они нас в свой клуб не принимают никак, наоборот, конфронтация сохраняется такая же, как если бы мы были тем же самым Советским Союзом? Ну, смотрите, это, конечно, ответ мой может быть многоэтажным, но если попроще, то вопрос в очень традиционном доминировании в сферах влияния. Если вы, Соединенные Штаты, и вы рождены, с детства вам говорят, что Соединенные Штаты являются уникальной страной, от которой зависит судьба мира. И Соединенные Штаты должны руководить миром. И то, что делают Соединенные Штаты всегда хорошо. И вдруг появляется какая-то другая страна, которая говорит, подождите, у нас есть собственная сфера интересов, у нас есть возможность развиваться так, как мы хотим. И, пожалуйста, не рассказывайте нам, как вы хотите, чтобы мы развивались. Ну, возникает вопрос тогда, а это что? Это конкурент? Ну, не просто конкурент. Мы экономически почти что не конкурент. Мы конкурент в борьбе за влияние. А Соединенные Штаты, с точки зрения, вот как они себя видят, на вершине холма руководителя мира, они не терпят никаких конкурентов. Они привыкли в последнее время то, что не может быть даже вопроса о том, чтобы они с кем-то делились властью. А откуда такая уверенность? А из истории? То есть это чисто исторический процесс, эволюционно все возникло. Нет, там много, много вещей. Частично они культурные. Дело в том, что вот англосаксонская культура, выросшая за последние 400 лет из Британии, потом из Соединенных Штатов, это культура наступательного капитализма, так сказать, культура наступательной борьбы за рынки, за влияние и очень успешной борьбы. И когда 400 лет вы побеждаете и навязываете свою волю миру, формируется внутри вас, а тем более еще под религиозными протестантскими, так сказать, лозунгами, формируется определенное понимание, что вы владеете миром, а все остальные, они политически корректно мы их не будем обсуждать, ну, мы знаем, что они хуже нас, мы знаем, что мы-то лучше, да, и когда эта модель действует в умах поколений и поколений с молоком матери впитывается, потом признать, что можно это влияние потерять, что есть другие страны, которые могут претендовать на лидерство, ну, вы начинаете с ними бороться, вы не можете это принять. Как-то так. А как так получилось? Вот, скажем, у Китая, исторически тоже так сложилось, что Китай считал себя всегда самым лучшим. Ну, действительно, они выезжали за пределы большой китайской стены, великой китайской стены, и видели, что, ну, все, ну, гораздо хуже, чем у них в самом Китае. Вот смотрите, ну, у них это все было в центре стремительно, а здесь же наоборот. Ну, вы же описали сейчас тот мир, который будет, когда есть две больших силы, каждый из которых считает, что вот именно так нужно жить, и они являются именно сосредоточением всего правильного, а все остальные, ну, как-то вот хуже. Мы не будем же говорить, что они хуже, но мы знаем, что они хуже, да, то есть вот, и вот это столкновение, оно неизбежно. Единственное, что я могу сказать по этому поводу, что в истории Китая, я не буду брать монгольский период, когда монголы управляли большой китайской, так сказать, территорией, это другая совершенно культура, в истории Китая не было периодов, когда Китай претендовал на влияние далеко за пределами своей территории. Даже вот были, когда вот эти вот большие походы большого флота Китая достаточно далеко, они кончились быстро. Ну, посмотрели, вернулись и сожгли флот. Это не нужно было, территория Китая была достаточно большой, чтобы там просто замкнуться в ней. И Китай, в общем-то, ведь замкнут был очень долго. С одной стороны море, с другой тайга, с третьей там Тибет, через который тоже не пройдешь. А дальше там маленький кусочек, где можно до Казахстана дойти, там была пустыня. Это был шелковый путь, который требовал, в общем-то, определенных издержек для того, чтобы его использовать. Ну, китайцы, зачем им это было? Ну, кто-то там торговал, но это было не так важно для них. То есть Китай всегда был островом таким. А вот британская и американская культура, будучи островной, она была везде. Это культура мореплавателя, это культура торговых путей, это культура завоевания. Потому что для того, чтобы активно торговать, островитянинам нужно завоевать маленький клочок суши где-то. Иметь какой-то рядышком Гонконг, который является вашим союзником на территории кого-то другого. Сталкивать других между собой для того, чтобы проще было их завоевывать и так далее. То есть вот совершенно две разных методологии развития, двое разных менталитетов отсюда. А вот посмотрим, как они будут развиваться вместе, когда больше границ это нет. Та граница, которая была, она теперь не актуальна, она везде. Она в виртуальном пространстве, она практически не существует уже больше в географическом пространстве. Вот Зберегнев-Бзержинский, не к ночи, будь он помянут, написал знаменитой своей книге. Да что, он был очень откровенным человеком. Да, вот меня это поразило, его ясность даже такая какая-то, не то что, это даже цинизмом не назовешь, но совершенно такой эмоциональный анализ того, что произойдет или будет происходить. А я вам скажу, вот так он правду всегда и говорил, потому что для аборигенов-то что, поймут прекрасно, но сделать-то все равно ничего не смогут. А разделяете ли вы его методологию? Вот он предложил нам некую картину мира и движущие силы. И в общем-то, география в этом смысле, он ссылался на концепцию Наполеона, который говорил, что если вы знаете географию, то вы знаете свою собственную политику. И в общем-то, мне так кажется, что он этот прием, эту концепцию, с этой методологией подошел к миру, и анализ его из этого исходил, как движутся, какие движущие силы и интересы у тех или других стран. Ну, вы знаете, он не первый, не последний, просто вот то, что вы говорите, это квинтэссенция геополитики. И его предложение как раз, не предложение даже, это авторство тут сложно установить, потому что все так думают, это очевидно из географии. То, что Украину надо оторвать от России, чтобы не было единого пространства, где можно было консолидировать усилия. Когда Россия могла консолидировать это пространство, естественно, она могла проецировать силу далеко от себя. А если вот ей нужно заниматься таким кризисом у себя под боком, это, естественно, не дает им возможности развиваться нормально. И, ну, я же не говорю о торговле, об экономике, просто, если вы постоянно пытаетесь обеспечить на будущее свою безопасность, если вы не чувствуете себя в безопасности, то даже и принципы вашего экономического развития и политического развития будут другими. А удачно ли, вы считаете, наши действия? И верно ли соображение наше руководство исходило, когда ввело войска, присоединило Крым к России, начался этот, это Донбасская, очень неприятная история. Но в основном о Крыме. Он имеет все-таки военно-политическое значение или больше политическое, чем военное? И то, и другое, конечно. И политическое значение, я думаю, вот это мое личное мнение, оно в каком-то смысле символично и вторично. Оно прекрасно, потому что Крым – это исток православия, правильно, да? Крым – это культурный исток Византии, как она развивалась в византийское пространство на русскую равнину. Крым – это, конечно же, история. И, конечно же, Крым был всегда российским. Россия его завоевала, как и всю южную часть. Вот это, весь все северные побережья Черного моря. Естественно, это было полито русской кровью. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что если бы Крым не стал российским и использовался бы как база для контроля Черного моря, геополитически Россия оказалась бы в очень сложном и военном положении, и стратегическом положении. Потому что она была бы, в принципе, загнана в маленький кусочек Черного моря, без возможности проецировать силу. Но вместе с тем Турция – член НАТО, она владеет Босфором. И в этом смысле половина Черного моря, ее возможность прохождения кораблей тоже под контролем Турции. А вы знаете, нам не нужно Черное море, как наступательное море, дальше туда, в Средиземном море. Я не про Сирию, это, в общем-то, совершенно другая игра. Я про то, что мы-то совершенно четко контролируем ту часть Черного моря, и более того, с Крымом немножко больше, которая нам нужна для обороны. Нам Турция не нужна для обороны России. То есть концепция наша действительно не только на словах и бумаге, а оборонительная? Нет никакого смысла использовать Черное море для наступления. Куда? Куда? На Грецию? Зачем? На Ближний Восток? Зачем? Что мы там найдем? Территориально или проецировать влияние мы можем без этого? Ну, нам как-то внутренне, даже эмоционально, гражданам России, русским людям, это более чем понятно. Зачем нам Восточная Европа, да? Вот они все ужасно боятся, что эта громадная Россия опять придет и их захватит. Ну, там, фантомные боли такие исторические у них еще сохраняются. Ну, аналитики, которые принимают решения, элиты, которые принимают решения, должны, наверное, бы как-то понимать, что, в общем, Россия ни к чему это. Уж опыт слишком такой неблагоприятный по захвату этих территорий. Даже царская Россия, когда присоединялся в Галицию, скажем, или там часть Польши. Эти территории, это население, оно скорее сыграло дурную роль вообще во всей истории России. И нужно, прежде всего, думать, что ты захватываешь и что в результате получится. Я, с одной стороны, с вами согласен, с другой – нет. Дело в том, что граница, западная граница российского влияния постоянно двигалась. Она сдвигалась иногда почти до Берлина, как это было после Второй мировой войны, почти до Берлина. Или, как в 1613 году, сдвигалась практически до Москвы и дали того. Или вот, как сейчас, до Донбасса. Это вопрос времени. Эта граница будет сдвигаться. Потому что вот эта зона, которая бикультурна, она будет того игрока, который сильнее экономически. Только экономически. А привлекательность культурная? Нет, культурная привлекательность, понятно. Но когда у вас нет денег, на вас со всей вашей великой культурой смотрят немножко сбоку. И идут к тем, у кого денежки есть. Потому что кушать-то хочется. И вот так вот эти все нации между Россией и Западной Европой смотрят и на Россию, и Западную Европу. Когда одна часть богаче, а в основном богаче была всегда Западная Европа, вот на нее так осмотрели. Но с другой стороны, культурные коды заложены. Они определяют то, что страны Восточной Европы в Западную Европу не особо просят зайти. Потому что там другая культура. Это культурная граница уже. И вот эта ничья территория, в которую входят и большие блоки Украины. Я не говорю о Южной Украине, я не говорю о Восточной Украине, которая по культурному коду практически российская. А вот остальная часть Украины, западная часть Белоруссии, частично Польша, частично Прибалтика. Частично Прибалтика, потому что есть прибалтийские страны, которые совершенно к этому коду не относятся. Финляндия, например, полностью такая же, как Эстония. То есть это совершенно другая культура. Но это пространство будет двигаться постоянно в зависимости от того, кто больше даст. И если Россия начинает развиваться, и бизнес-то идет в эту сторону, рынки-то идут в эту сторону, то, конечно же, страны потянутся. И это вопрос больше экономики, чем политики. Ну, мне кажется, особенно, вот вы упомянули Эстонию, Финляндия, слава богу, довольно-таки тихо сидит, так сказать, и публично не высказывается. Ну, то, что касается Эстонии, такое ощущение, что они говорят, не надо нам вашего хорошего. То есть масса, то же касается Латвии, Литвы, как транзитные страны, они же зарабатывают на этом транзите и могли бы процветать. Ну, и сейчас, скажем, Эстония нашла свое, так сказать, такое место в Европе. Литва и Латвия нет. Мне кажется так. Ну, то, что я знаю, то, что я видел лично. И они могли бы очень хорошо бы зарабатывать. И потом там русские бизнесмены. Оказалось, что именно русские, почему-то, в отличие от других национальностей, самые удачливые и самые энергичные бизнесмены в Латвии, по крайней мере, там бизнес практически весь российский. Почему вот такое отторжение? Это политическая риторика, выборная, националистические игры какие-то? Или за этим стоит что-то другое, более фундаментальное? Ну, смотрите, когда Советский Союз развалился, это же была не только проблема политики. Скажем так, Прибалтика бежала от коммунистической памяти. Но она же бежала и от экономического развала России. Естественно, они смотрят на Россию, и это поколение еще, которое в власти, оно, конечно, будет смотреть на Россию глазами тех людей, которые хотели независимости. Но придет следующее поколение, гораздо более прагматичное, и они забудут о том, как это было. Их никто лично не унижал. Их никто лично не пытался сделать другими. Они будут смотреть на это, как на еще одну возможность сделать бизнес. Я убежден, что это маятник. Это маятник. Если вы посмотрите на историю Прибалтики, она, в общем-то, всегда прекрасно жила между Россией и Германией. И будет жить между Россией и Германией точно так же без... Я думаю, вот эти шелуха, она облетит. Андрей Олегович, я напомню нашим слушателям, что мы беседуем с Андреем Олеговичем Безруковым в событиях и о движущих силах, скажем так, о движущих силах в современном мире. Что сейчас происходит? Вот прошло пять лет практически со дня написания вашего сборника, где вы не то, что прогнозировали, а описывали ситуацию ее движущей силы. И под заголовок-то был такой достаточно печатель. Контура тревожного будущего. Вот это будущее, которое практически уже наступило, 20-й год. Мы с вами начали наш сегодняшний разговор с того, что с 15-го года, тоже если пятилетие брать, это же 15-й год, 1915-й год и 20-й год. Там, ну, это другие страны совершенно. Это все другое. И сейчас прошло пять лет. Для нас, кажется, значительный, незначительный. Но есть ли существенные изменения, и грядут ли они в ближайшем будущем? Тревожатся ли нам дальше? Но изменения просто гигантские. Вспомните, что в 15-м году не было политического кризиса в Соединенных Штатах. не было политического кризиса в Европе. Сирия была на пороге полного развала. И это было бы царство, да еще, ИГИЛ. И представьте себе мир сейчас. Когда в Давосе, в Мекке, так сказать, либерального капитализма, люди задают себе вопрос, что же произошло, что мы теряем контроль. Наши идеи не работают. Что произошло? Вот это даже не 5 лет, а 3 года. В 18-м году все это было понятно. То есть они задают все-таки вопросом таким, да? Конечно, а как же они не могут задавать себе такой вопрос? То есть они во многом не понимают, что произошло. Произошел, по сути, вот этот популистский такой подъем, который они называют популистским. Ну, знаете, популизм — это такое слово, на которое все можно списать. А это подъем совершенно объективный. Он состоит из двух частей. Первое — деградация элит, которая не способна управлять. Мы уже видели. Второе — это недовольство, прежде всего экономическое недовольство, на которое накладывается недовольство культурной политикой, иммиграционной политикой, военной политикой стран. И народ выходит на улицы. Как от Барселоны до Нью-Йорка. Люди выходят на улицу для того, чтобы сказать, мы в вас не верим, господа. — А это опасная демонстрация? Или, ну, опасная, что я имею в виду, это типа Майдана, да, когда, вот, все-таки они масштабные, эти желтые жилеты, это довольно-таки масштабная демонстрация силы, такой народной, скажем. — Конечно. — То есть, да, можно думать, что это повлияет на политику этих стран? — Уже влияет. Конечно же, уже влияет. Потому что, в общем-то, лидеры стран, представьте себе, когда у вас каждую субботу на улице желтые жилеты, это значит, что вот это недовольство, и вы не можете его подавить, вы не можете от него каким-то образом отвертеться, оно всем очевидно. И, может быть, на улицу-то выходит маленькая часть, но вашу неспособность либо убедить их, либо просто подавить их, видят все. То есть, признание того, что элиты неспособны, очевидно. А это чревато. Потому что возникает вакуум власти, и при любом повороте или неудачном решении или международном кризисе, вы теряете контроль. И вы не знаете, как это повернется. Вспомните Первую мировую войну. Я уж не помню, кто это сказал. Никто не хотел войны, война была неизбежна. И, естественно, в такой ситуации у многих политиков может возникнуть вопрос, а как бы мне канализировать эту энергию в какое-нибудь другое русло, как это происходит на Украине, когда Порошенко канализирует это в ненависть к России и в войну на Донбассе. Свою неспособность решить проблемой страны. Самое удобное. Оденься в мантию римского императора, поведи легионы куда-нибудь. По-украински это очень просто. Одна пословица. Кто испортил воздух? Невестка. Почему невестка? А он ее платок висит. Очень легко канализировать. Кто именно? Она, Россия. Он ее следует. Россия в этом смысле естественно очень удобный мальчик для битья. Что для американцев, что для европейцев, что для наших соседей. А почему? Потому что большая страна, которой боятся, которую не понимают, которую очень часто не хотят понимать. Там другая культура, там другая по сути религия, другой культурный код. И торговли не очень много. То есть, если вы вдруг сделаете что-то, скажете что-то плохое китайцам, они, не дай бог, перекроют вам кислород. Ну, а с Россией торговли мало. Можно это делать. И Россия, в принципе, исчерпала все возможности ответные. Да нет, Россия, конечно, не исчерпала свои возможности. Просто те возможности, которые остались, они не самые лучшие в этом смысле. Россия, знаете, всегда славилась великим своим терпением. Я думаю, мы и это перетерпим. И они сами себя, так сказать, уже практически заводят в этот кризис. Нам только нужно сохранить внутреннюю стабильность и, как бы я сказал, и внутреннюю справедливость. Ох, как это востребовано. Потому что главный упрек к власти все-таки у нас отсутствие справедливости, законности, независимых судов, отсутствие произвола по отношению к бизнесу. Это все крайне тревожит всех. И бизнесмены же, это, в общем-то, люди умненькие по определению. Они все-таки что-то достигли. Они считают деньги, как писал Хлебников, счет денег, их мысли убыстрил. Они очень быстро думают на самом деле. И вот эта молодая поросль бизнеса, она разочарована и она бежит на запад. Хотелось бы, чтобы наше руководство поняло и какие-то меры принимало к этому. Ну, я думаю, что, наверное, что-то оно понимает, если читает ваши книжки, по крайней мере, ваши анализы. Вот, возвращаясь к анализу, как бы вы описали сегодняшнюю расстановку сил и эти вызовы, тревоги. Насколько мы действительно объективно беспокоены и тревожены по отношению к возможному усугублению конфликта между Соединенными Штатами и Россией? Знаете, я бы не стал фокусироваться на Соединенных Штатах. Я думаю, эта проблема, она острая, она неприятная, она очень медийная, но она нормальная. Она не та проблема, которая может каждый день взорваться. Я поясню, почему. Все-таки решения о войне и мире принимаются людьми трезвыми, опытными и, более того, решения о войне и мире принимаются людьми военными или близкими к ним, а это люди ответственные и дисциплинированные. и тот диалог, который идет между военными Россией и Соединенных Штатов, он показывает, что эти люди понимают и друг друга, и те вызовы, которые стоят перед ними в этой ситуации. Политики могут говорить о чем угодно, но не у всех есть кнопка. Слава Богу. И вот этот конфликт Соединенных Штатов и России, он, во-первых, немножко медийно обострен больше, чем он есть, поскольку объективно ни той, ни другой стороне все понимают, что он, если он перейдет в горячую стадию, он ведет никуда, в уничтожение, никто туда не хочет. Там нет элемента конкуренции экономической по сути. Санкции это просто давление, чтобы не дать нам развиваться. И я сказал, что нет конкуренции, это неправда. Мы просто не того уровня конкуренты по отношению к Соединенным Штатам, чтобы мы были для них каким-то экзистенциональным вызовом. Мы не Китай. Но, конечно, против нас используют те методы, которые делают нам больно. Но это нормальная текущая политика современного мира, когда война становится не обязательно горячей. Она может быть технологической, она может быть экономической, она может быть медийной, она может быть финансовой, информационной и так далее. Это просто какая война есть у нас. А обострение вот это не надо его ну как оно не хорошее, но, наверное, оно к войне не приведет. Вопрос в том, что мы живем в мире, который горит уже, а горит он как раз вот на Ближнем Востоке, нестабильность увеличивается во всей Южной Азии, и там много стран, которые выходят на первый план, у которых амбиции, у которых проблемы с их соседями, исторические проблемы, там у многих политиков нет того опыта взаимодействия с великими державами, и экономическая ситуация меняется постоянно, там идет гонка вооружений, посмотрите на отношения между Ираном и Саудовской Аравией. Вот мир, скорее всего, загорится там, и это географически может быть далеко до России, а может быть и недалеко в современном мире, все близко, и нам, возможно, придется реагировать, а возможно, придется оказаться на другой стороне баррикад по отношению к Соединенным Штатам там, и третьи страны будут влиять на этот кризис, в который мы можем быть втянуты, вот это, будь то Венесуэла, будь то Ближний Восток, или другие регионы, более вероятно, чем прямое столкновение Соединенных Штатов и России, а тем более столкновение в Европе, Европа устала от всего этого, Европа стара, там никто не хочет воевать, там некому воевать, посмотрите на демографию, но американцы, их там войска стоят, ну, вы что думаете, они умирать сюда приезжают, что ли, выпить пиво в Риге, погулять, понятно, там дешевле, конечно же, глядя на то, что сейчас происходит, и пристально, как это у вас водится, наблюдая историю, даже недавнюю историю, как вы экстраполировать могли бы на ближайшее будущее, но если не прогноз, то видение ближайшего будущего, как будет развиваться событие, удастся ли нам погасить вот эту враждебность искусственную, конечно же, с Украиной, возможно ли конструктивные отношения с Европой, что будет, как будут развиваться события, и кто способен повлиять на то, чтобы они благоприятно для России развивались? Смотрите, мы сейчас входим в период, когда мы уже говорили о том, что элиты не способны ничего сделать, пройдут очень короткие годы, прежде чем эти элиты будут сметены. Будь то в ходе выборов или чего-то другого, эти элиты будут сменены, так или иначе. Либо придут те адекватные люди из состава существующих элит, которые поймут, что нужно каким-то образом менять политику. Естественно, когда они начнут менять политику, это будут другие люди, это будут люди, которые и о нас будут думать несколько более конструктивно. И с ними, скорее всего, можно будет договариваться, и им, скорее всего, захочется договариваться хотя бы для того, чтобы стабилизировать собственное положение. И тогда, я не говорю, что у нас будет период дружбы какой-то, будет период стабилизации. После каждого обострения всегда будет период стабилизации, если это обострение не превратилось в войну. Даже после войны бывает период стабилизации. То же самое с Соединенными Штатами. Эта волна, которая сейчас антироссийская катится, она уже выдыхается, потому что, ну, сколько ж можно. Трамп отбился от тех обвинений, которые на него навязывались, навешивались. Более того, сейчас и демократам самим придется фокусироваться на экономической политике. А если вы хотите говорить о экономической политике, у вас меньше остается времени на все остальное, в том числе и на Россию. Более того, придет поколение в демократической партии и в республиканской, которые видят основную угрозу совсем даже не в России, а скорее в Китае, и скорее в собственной нестабильности, в том числе и в собственной несправедливости. Ну, люди, скажем так, типа Рузвельта, которые ориентируются больше на активную роль государства, в том числе и в экономике, перераспределение богатства, которое неизбежно, потому что если его не перераспределить, то социальная нить, социальная вот структура страны просто взорвется. Она не может быть поляризован дальше определенного уровня. Нельзя иметь настолько поляризованную страну между богатством бедностью, который может возникнуть через несколько лет, если ничего не делать. И у нас то же самое. Идет борьба между двумя экономическими моделями. Доминирующие сейчас экономической моделью финансового капитализма и то, что Трамп называет реальным капитализмом, то есть капитализм производящим. Как в Соединенных Штатах, где Трамп борется как раз против той группировки, которая контролирует финансы, так и у нас. Это универсальная вещь. Две разных модели. И финансовая модель глобальна, а модель реального капитализма, производящего капитализма, естественно, каждый будет играть за себя, защищая свой рынок. То, что происходит. Вы говорили неоднократно о роли укладов экономических, технических и влиянии их, изменения этих укладов. И сейчас ясно, что что-то меняется в этой сфере. В какую сторону? Хороший вопрос. Он очень фундаментальный. Здесь я хотел поделиться чисто собственными мыслями. Дело в том, что когда мы создаем сейчас я не хочу использовать термин цифровая экономика, никто не знает, что это такое, но экономику, базирующуюся на информационных технологиях, где все завязано. Одновременно, когда страны начинают гонку, и каждая из стран играет за себя, у нас получается так, что мир делится на так называемые техноэкономические блоки. И каждый из этих блоков, мы сейчас видим два. Это конечно англосаксонский блок, то есть это Соединенные Штаты, плюс Канада, плюс Британия, плюс Австралия, Новая Зеландия и так далее. То есть называется Британское они консолидируются как раз в том числе консолидируются на антикитайских позициях как конкурента. И второе Китай с теми частями другого рынка не китайского, которые Китай подтянет под себя. Это эти два больших блока. Что интересно, каждый блок делает так, чтобы вычистить всех конкурентов из своей территории, те, которые относятся к ключевым технологиям. То есть, конечно, тапочками можно торговать со всеми, машинами можно торговать со всеми, а вот, например, систему 5G можно иметь только свою, потому что она прямо влияет на национальную безопасность. Систему критической инфраструктуры тоже никого нельзя пускать, потому что это театр будущей кибервойны. И то же самое в большом бизнесе, в инфраструктурном, в больших системах, так называемых суверенитета образующих системах, на которых держится вся экономика и вся безопасность государства, туда пустят только своих, что китайцы, что американцы. То есть, с одной стороны Huawei, с другой стороны Cisco, с одной стороны Alibaba, с другой стороны Amazon, с одной стороны WeChat, с другой стороны Facebook, и никак им не сойтись. Не пустят. Вот эти блоки начинают быть самодостаточными и по технологиям, и завоевывают рынок. А России куда деваться? Мы же маленькие, нас всего 140 миллионов. То для того, чтобы выжить и независимо развиваться, нам нужно либо пристать к одному из существующих блоков, либо нужно образовать свой. Тогда вопрос встает с кем? С Европой? Или с Индией? Или с Японией? Или еще с кем-нибудь? Вот этот вопрос не решен совсем. А это вопрос будущего. Это вопрос, который нам придется решать. Потому что экономическая система, и система торговли, и система безопасности не может существовать в вакууме. Она реальна. И если мы не контролируем свою критическую инфраструктуру, мы не сможем выжить, как суверенное государство. То есть нам все равно ее придется строить и защищать. Но с кем тогда? Потому что одни мы ее можем построить, конечно, но это будет чисто затратный проект. А у нас есть возможность ее строить с кем-то и за их деньги строить свою инфраструктуру. Ну что ж, дай Бог, чтобы мы были привлекательны для наших потенциальных партнеров. Я напомню, что сегодня мы беседовали с Андреем Олеговичем Безруковым, доцентом ГИМО, о его книжке, которая вышла пять лет тому назад, почти, ну, четыре года, «Россия и мир в 2020-м». Сегодняшнюю программу можно было назвать «Россия и мир в 2025-м году», потому что мы прогноз пятилетку такой прогностической сегодня все-таки в общих чертах набросали. Я бы под заголовок ни в коем случае не менял бы, да, контур тревожного будущего. Оно тревожное, да. Ну что ж, будем надеяться, что оно будет тревожным, будет стимулировать нам поиски ответов на них. Вы знаете, все ответы заложены в нас самих. То есть, мы все можем сделать, как мы хотим, если мы захотим это сделать. Если у нас будет воля, а ресурсы мы найдем. Ну что ж, наша задача молиться о наших властях, чтобы Господь им их разумил, дал им волю творить ко благу нашего народа, нашего Отечества то, что ему необходимо для выживания, для суверенитета. вот об этом, собственно, наша задача, в этом, собственно, наша задача, как православное вещание. Еще раз напомню, что мы говорили об этом всем с Андреевичем Безруковым. Спасибо большое вам за содержательнейшую беседу. Я не думаю, что у нас очень много таких авторов, которые вот так вот глобально и в этом смысле даже религиозно, можно сказать, освещали события в мире, движущие механизмы того, что происходит и что на поверхности мы с большим трудом можем разглядеть, а за событиями поверхностными происходит где-то в глубинах очень серьезная тектоническая работа. Спасибо большое за вот этот анализ. Благодарю вас. Большое вам спасибо. Хоряй Господь. Продолжение следует...